Чтобы победить США, Ирань должен потопить Авраам Линкольн. Армии и войны. Военное обозрение 25 мая 10.5. Чтобы победить США, Ирань должен потопить Авраам Линкольн. Хватит ли Тегерана сил и средств пустить на дно американский авианосец и заодно всю политику канонерок? Александр Ситников. Комментарии в просмотров 7845. На фото. Авианосец. USS Abraham Lincoln. Фото. Zuma. Das. Если начнется война между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран, Ири, Тегеран попытается в первую очередь нанести максимальный репутационный ущерб Белому Дому, чтобы спровоцировать политическую бурю уже внутри США. Логично предположить, что целью для армии Ири может стать авианосец. USS Abraham Lincoln. Авраам Линкольн, направляющийся к берегам Персии. Американское издание. National Interest. даже опубликовало статью «Добро пожаловать на войну», как Иран сможет потопить авианосец ВМС США. В ней Кайл Мизоками пишет, одним из инструментов американской политики и престижа в Ближневосточном регионе являются авианосцы ВМС США. Иранское правительство, как известно, презирает эти офшорные платформы американской мощи, что приводит нас к следующему вопросу, если обе стороны обменяются ударом, хватит ли у Ирана огневой мощи, чтобы потопить американский авианосец. Автор уверен, что США прекрасно осведомлены, какими возможностями располагают ВМС Ирана и флот революционной гвардии, корпуса стражи исламской революции, Ксир. Если был бы хотя бы один шанс из ста, что Аврааму Линкольну угрожает реальная опасность, Пентагон применил бы другие военные ресурсы. Что ни говори, а баз, в том числе и ВВС США, на арабском Ближнем Востоке у Пентагона предостаточно. Соединенные Штаты никогда не поставят авианосец с 5500 американскими военнослужащими в зону риска вражеских сил, если не будет практически никакой альтернативы, подчеркивает Кайл Мизоками. Трамп. Если иранцы покажут неприличный жест эсминцам США, будут расстреляны на месте США и готовятся к операции «Буря в пустыне 2.0». Другими словами, все, что есть у Тегерана, либо не добьет до Абрахам Линкольн, либо не имеет необходимой массы боевой части, бычи, как, к примеру, у советской ракеты Ха-22, по натовской классификации АС-4. Китчин. СССР реально просчитывал силу необходимого удара по американским авианосцам класса немец почти тонну взрывчатки, а еще лучше ядерный заряд, который унесет Ха-22. Максимум, чем могут ударить персы, это китайскими ракетами Ч-83, экспортное обозначение С-802, с массой БЧ всего 162 килограмма. Мало того, что дальность стрельбы их не превышает 120 километров, так еще просопровождающих крейсеров типа Тикандирога и эсминцев типа Орлиберг с системой ИДЖИС надежно защищают немец от ракетного посягательства. С учетом бортовой авиации немец может отразить залп сразу 24 современных противокорабельных ракет, и то, если вражеские носители достигнут зоны досягаемости до авианосца. ПРО. ИДЖИС. В комплексе с другими системами слежения контролируют до 800 километров вокруг. Эйбрахам Ленкен. Незаметно подкрасться до 120 километров иранцам точно не получится. Да и под водой подойти близко не дадут американские подлодки эскорта три ракетные и четыре многоцелевые субмарины. Более-менее успешно атаковать американскую авианосную ударную группу, АУК, во главе немец может только эскадрильи дальней авиации, чьи залп сверхзвуковых ракет превысят возможности ПРО. ИДЖИС. Или хотя бы такая же помощь и группа кораблей ВМС, не менее восьми современных ракетных крейсеров и эсминцев. Ни того, ни другого у Тегерана, как известно, нет. КСИР в свою очередь угрожает утопить немец силами своих быстроходных катеров, применив тактику волчьей стаи. В этой связи даже можно даже вспомнить учение Великий Пророк 9, которое проходило вблизи Армузского пролива в конце февраля 2015 года. В рамках этих военных игр малые корабли революционной гвардии потопили макет одинокого авианосца, чем рассмешили американских экспертов. Говорят, те падали от хохота на пол, просматривая сюжет Тегеранского ТВ. Именно после показа командования ВМС США стало утверждать, что сегодня крупнопалубные атомные аэродромы на воде более жизнеспособны, чем во время Холодной войны. Между тем, Сидни Фридберг из портала Breaking Defense, один из самых авторитетных западных журналистов, освещающих военные темы, пришел к выводу, что сегодняшние ракетные возможности ряда стран все-таки позволяют пробить плотную защитную завесу, созданную вокруг немец. При этом системы наведения вражеских высокоточных боеприпасов будут нацелены на уязвимые места гигантских кораблей. Оспаривая эту точку зрения, издание National Interest впервые напечатала статью Мизоками в 2017 году, и в нынешней весне повторно ее опубликовала, как актуальный материал. Впрочем, на этот раз автор признает, что Ирану нужен технологический прорыв, чтобы обуздать американскую политику авианосцев. То, что производят ВПК современной Персии и что куплено в других странах, явно недостаточно для отражения агрессии США. В целом логика критиков авианосцев строится на том, что, как бы ни была эффективна ПРАУК, ее можно прорвать залпом, превышающим возможности противоракет. При поточном производстве крылатых противокорабельных ракет, на авианосец и сопровождающие его корабли можно пустить не 20, а 100 и даже более ракет, многие из которых оттянут на себя ресурсы защиты. Технически организовать такое производство сложно, но решаемо, причем обеспечить синхронизованный полет убить с немец под силу даже специалистам ИРА. Кроме того, уничтожить аэродром на воде могут и баллистические ракеты средней дальности с разделяющими при входе в атмосферу боеголовками, которые устремятся к АУК на сверхзвуковых скоростях. Ряд американских изданий уже сообщил, что северокорейский комплекс Мусаданс БРСД Хвасен-10 претерпевает очередную модернизацию и, возможно, уже способен сокрушить ПВО 7-го флота ВМС США. Пхеньян также, как и Тегеран, озадачен эффективными средствами уничтожения авианосцев и достаточно успешно решает самые сложные ракетные задачи. Во всяком случае, об этом говорит история достижений ВПК КНДР. Тегеран в 2017 году начал испытание своей ракеты Хорам-Шахр, которая даже визуально похожа на Хвасон-10. Отметим, что название в честь портового города Ири является глубоко символичным для иранцев. Именно здесь Ксир одержал победу в важнейшем сражении иранно-иракской войны и взял в плен почти 20 тысяч солдат противника. Военный тайный охотника, слишком велик для БПЛа, но мал для бомбардировщика российский С-70 поражает размерами с истребителем весом в 25 тонн. Как утверждает командир Воздушно-космической дивизии Ксир-бригадный генерал Амира Али Гаджи Зади, иранская модернизация Мусадана меньше по размеру оригинала и бьет только до 2000 километров, в отличие от 4000 километров, на которые способен Хвасон-10. Зато, во-первых, позволяет произвести больше установок и повысить их точность. И, во-вторых, Хорам-Шахар с меньшей дальностью явно не достанет до столицы ЕС, что вводит его из-под европейской критики. Почему это важно? Потому, что в именно таких характеристиках, прежде всего, заинтересована Россия. Американцам уже не получится прикрыться ракетной угрозой Евросоюзу со стороны Ири при размещении своих противоракет в Румынии и в Польше. Если так разобраться, единственное, что критически не хватает Ирану и Северной Кореи в противостоянии с США – это спутниковая навигация, например, российский ГЛОНАСС. Возможно, делает правильные выводы, что сегодня и в ближайшем завтра УКСИР нет и не будет возможности потопить Авраама Линкольна. В то же время очевидно, что ИРИ и КНДР совместными усилиями и, возможно, не без помощи КНР и РФ приближаются к технологическому прорыву, который поставит крест на всей программе американских авианосцев. Военное обозрение Путин военным Готовьтесь сбивать то, чего в мире еще нет. Военные новости Российские истребители трижды за неделю перехватывали иностранные самолеты.